Что делать, если живот вроде бы не такой большой, да и жира не так много, но он все равно выпирает и особенно в нижней части? Задача убрать живот часто путать с желанием накачать пресс, как многие это видят. Так, у меня выпирает низ живота, а значит именно нижнюю часть пресса мне надо тренировать. Тема логичная, поэтому все выполняют вот такие упражнения. Начинают поднимать ноги, веся на предплечьях, а еще хотят увеличить нагрузку и вместо того, чтобы тянуть колени к груди, начинают поднимать прямые ноги. Ну логично же, чем дальше ноги, тем больше нагрузки на мышц. Или виснут на турнике и тоже начинают поднимать ноги в надежде, что низ живота проработается и неприятный выпирающий живот уйдет. Но логикой здесь дело не поможешь. Во-первых, прямая мышца живота поэтому и называется прямой, что она одна и нет деления на низ или верх этой мышцы. Во-вторых, поднимая ноги или колени до параллели с полом, пресс практически вообще не работает. Мы поднимаем ноги за счет подвздошно-поясничной мышцы. Она и так у многих укорочена и половина людей ходит с гиперлордозом из-за этого. Так еще и этими упражнениями мы еще больше укорачиваем и перегружаем их. Пресс начинает включаться только от середины движения до максимальной верхней точки. Задача пресса сокращать расстояние от тазовых костей к ребрам, ну или наоборот корпуса к тазу. Но точно не поднимать ноги. Поэтому от таких упражнений все, что вы получите, это перегруженные, укороченные подвздошно-поясничные мышцы, гиперлордоз, а следствие из этого боли в пояснице. Перестаньте делать эти упражнения, если хотите убрать живот, особенно нижнюю его часть. Если у вас хороший плоский живот сверху, то у вас уже хороший пресс. А вот проблема кроется в поперечной мышце живота, которая не работает при простых скручиваниях. А еще это выпирание от опущенных органов из-за постоянно сидящего образа жизни и переедания. А такими упражнениями, как подъемы ног вися или обычные скручивания лежа, вы только будете усугублять эту проблему. Наша задача включать в работу пресс так, чтобы не только работала прямая мышца живота снизу вверх, но и возвращать внутренние органы на свое место. И обязательно в упражнение включать поперечную мышцу живота, которая отвечает как раз за плоский живот в момент, когда мы находимся просто в расслабленном состоянии. Поэтому первое. Все упражнения на пресс выполнять снизу вверх, то есть с подкручивания таза и тянуть таз к груди. Так мы выполняем главную функцию этой мышцы. Второе. При таких движениях внутренние органы под действием мышц и гравитации будут возвращаться на место. Кстати, у многих часто улучшается пищеварение и пропадает чувство тяжести, так как желудок занимает правильное положение. Третье. Выполнять упражнения в удержании корпуса, например, планка. Но лучше выполнять динамическую планку, так как меньше вариантов прогибаться в пояснице и нагрузить поясницу. А вот поперечная мышца живота как раз отлично работает в таких упражнениях. Четвертое. Переставайте есть большими порциями. Сокращайте свой прием пищи. Объем желудка – это объем вашего кулака. Просто посмотрите на него. Перестаньте его постоянно перерастягивать, из-за чего вас все время преследует чувство голода. Ну и пятое. Выполняйте этот простой комплекс 2-3 раза в неделю и уже даже после первого раза вы увидите результат в уменьшении живота. Если не верите, просто замерьте ваш живот до комплекса и после. Ну, конечно, это не волшебная таблетка и за один раз невозможно убрать живот, но внутренние органы вернутся на место и визуально живот станет меньше. Вот вам простой комплекс, который я часто выполняю после основной тренировки или в отдельный день. Итак, лежа на спине, руки располагаем рядом с ягодицами или если мы лежим на лавке, руками держимся за перекладину. Подкручиваем таз так, чтобы копчик и низ поясницы оторвался от пола. Выполняем в медленном темпе без рывков и забрасываний ног. Пятки держим рядом с ягодицами. Важно, чтобы именно подкручивался и поднимался таз за счет пресса, а не забрасывания ног за голову. Выполняем медленно 10-20 повторений. После чего отдыхаем 10 секунд и сразу второе. Из этого же положения поднимаем ноги наверх. Это упражнение еще называют березкой. Тоже так же выполняем это плавно за счет мышц пресса, а не рывков ногами наверх. И чем медленнее мы это выполняем, тем больше нагрузка на мышцы. Вот так же делаем 10-20 повторений. Отдыхаем еще 10 секунд. Сразу третье упражнение. Заводим руки за голову, локти направляем в сторону, ноги на весу, отрываем лопатки от пола, поднимаем корпус и делаем скручивания в разные стороны, одновременно вытягиваясь поочередно ногами. Правым локтем тянемся к левому колену, а левым к правому. Важно не крутить головой, а вращать корпусом с поднятыми от пола лопатками. Также медленно выполняем 10-20 повторений на каждую сторону. То есть правая и левая это один раз, потом правая и левая это два, ну и так далее. После этого комплекса также отдыхаем 10 секунд, уже будет гореть пресс, но мы продолжаем. Переворачиваемся и встаем в планку на ладони. Это динамическая планка, где работает не только прямая мышца живота, но и поперечная мышца. Выполняем упражнение скалолаз. Тянемся к колену, противоположному локтю, при этом корпус остается ровным и плечи находятся над ладонями. Также правая и левая это один раз. Выполняем от 10 до 20 повторений. Отдыхаем 10 секунд и последнее упражнение это также динамическая планка. Только теперь мы встаем на локте и в положении планка опускаем таз вниз, делаем вдох, а потом на выдох поднимаем таз наверх, при этом сжимая живот. Упражнение вакуума только в положении ланка. Выдох на подъем делать обязательно и сжимать пресс тоже обязательно. Следите, чтобы при подъеме таза плечи остались над локтями и не уходили сильно назад. Просто попробуйте сделать это все хотя бы 10 повторений. То есть вот эта вот динамическая планка, похожая на вакуум. Но я всегда делаю все упражнения по 20 повторений. Просто если мне очень тяжело, я делаю прям пару секунд паузу и сразу повторяю. Для новичков этот комплекс будет достаточно выполнить только один раз. Для подготовленных после всего этого комплекса отдохнуть 2 минуты и повторить еще один раз. В конце комплекса просто обязательно перевернуться на спину и ноги поставить на какое-то возвышение. Например, на диван и выполнить в спокойном темпе 50 ягодичных мостов, не касаясь тазом пола. Это не только расслабит вашу поясницу и прокачает ягодицы, но вернет органы на место. Только выполняйте его правильно, поднимая за счет ягодиц, делая движение только наверх, а не поднимать за счет подтягивания к себе ног и задействуя больше переднюю поверхность бедра и мышцы икр. Все эти мышцы должны быть расслабленными. Этот комплекс лучшее, что вы можете сделать для своего живота, чтобы подтянуть низ, вернуть внутренние органы на место и прокачать поперечную мышцу живота, которая отвечает за плоский живот. Так что выполняйте этот комплекс 2-3 раза в неделю и увидите результат уже через пару таких тренировок. Посмотрите это видео несколько раз, запомните или выпишите себе эти упражнения и выполняйте. Я надеюсь, что вам это будет полезно. А с вами был Красавин Иван. До новых видео совсем скоро. Счастливо. Пока.